История Бабы-Яги Начнем с происхождения. Откуда она взялась? В самих сказках, судя по тому, как встречает герой Бабу-Ягу, она первым делом объявляет – фу-фу русским духом пахнет. Некоторые современники полагают, что по вере древних мертвецы не могли видеть живых, а живые мертвых. Но вот чутье потустороннего и для тех, и для других ощущалось. В этой версии Баба-Яга предстает перед нами как существо, находящееся на границе Яви и Нави – мира живых и мира мертвых. На то указывают как обстоятельства, так и ее внешность, описываемая в сказках. Но является ли Баба-Яга этим потусторонним существом? Возможно, это просто недопонятый человек. Или все же она – образ какого-то явления? Все-таки самое распространенное мнение, что Баба-Яга – ведьма. У кого не спроси, почти каждый так ответит. Но кто такая ведьма? Такой термин сегодня чаще рассматривается только с негативной стороны. Да уже и сама этимология слова с этим спорит. В нашем языке есть версия, что ведьма образована от слова ведунья – знахарка. Существовало поверье, что в каждой деревне обитала такая. Но тут упоминается скорее та, кто проживает среди людей. Другие видят в звании ведьма – ведающая мать. В данной версии можно, конечно, рассмотреть Ягу как жену с большой буквы. Обитающую средь природы, знающую все тайны. О таких ходили легенды среди народа. Их выискивали, как правило, в лесах. И судя по некоторым заметкам, дошедшим до нас, они действительно существовали. Возможно, именно в таких образах и скрылись столь мудрые и необычные люди. Также другие исследователи видят в Бабе-Яге отголоски древнего матриархата, когда именно женщины определяли готовность юноши к тому, чтобы стать мужем. Кто-то полагает, что в Бабе-Яге укрылся некий собирательный образ жриц. То есть Баба-Яга в данном случае появляется не как какое-то отдельное существо, а как икона матриархата. Есть источники, которые упоминают шаманов как продолжителей ее дел. Отмечают даже, что по убранству и мужи, и женщины таких званий схожи всегда с женами. Иная версия о происхождении Яги гласит о ней скорее как о некой божественной сущности. Тут Яга является дочерью богини Макош, а отцом указан Вий. Предстает она уже в образе изначальной богини. Но ведь также существуют источники, которые логично проводят и исторические параллели с реально упомянутыми в летописях женщинами. Для этого предположения вернемся к временам империи Александра Македонского, во времена упадка царства амазонок. Как указано в исторических источниках, наиболее деятельные амазонки после распада отправлялись на юг Аравийского полуострова Йемен, а также в районы Дельты Нила, в Ливию и далее. Они строили много храмов, а служившие в них жрицы передавали великие знания Востока воительницам, которые умели читать и писать. К этим знаниям и относится культ некой богини Йоги, покровительницы Чад и Сирот. После эти самые амазонки уходили к соседним народам, где обучали детей грамоте, премудростям жизни, а девочек целительству. Именно таких жриц впоследствии назвали йогинями. Только в славянских народах это название трансформировалось в бабу-ягу, что и отразилось не только на русском фольклоре, а также и в чешских и словацких сказках. Ведь известно, что образ бабы-яги связан не только с ведьмой, но и с воительницей. Только в поздних версиях старуха стала летать в ступе, а до того упоминается, что наши предки видели ее верхом на коне, а порой и в сопровождении волка. А в 17 веке бабу-ягу изображали верхом на вепре. Именно воительницей обозначила бабу-ягу Марго Катова, связав ее с историей из мифов и легенд древних славян в своей саге «Житие нашего духа. Часть первая. Цепь рода». Разумеется, в данном видео упомянуты только основные версии о том, откуда могла появиться баба-яга. Ролик не затронул ее огромное количество иностранных вариантов. Не охватил и иные именно яги. Не рассказал о ее жизни. Только лишь о ее возможном происхождении. Все охватить в подобном ролике невозможно. Слишком популярное и разностороннее это существо. А если хотите еще видео об обе-яге, пишите в комментариях. Интересуйтесь сами историей и культурой предков. Это всегда актуально. Ну а также не забудь подписаться, лайкнуть и нажать на колокольчик. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok